МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крещенские морозы и сильная метель стихия снова испытывает напрочность водителей большегрузов и легковых автомобилей. Минувшую ночь у движения на зимнике было ограничено сразу на нескольких участках. Всему виной снежные переметы. В подрядной организации сегодня сообщили, несмотря на непогоду, движение по трассе для большегрузов останется открытым. Сейчас в последствии непогоды устраняют 18 единиц техники. Чтобы зимник привести в порядок полностью, потребуется время, заявили дорожники, как минимум несколько часов. Мы живем на крайнем севере, у нас метель. Чудес не бывает, если город замело, убрать не могут. Как можно весь зимник, вот наши почти 90 километров, убрать? То есть это просто нереально. Тревожные звонки на пульт диспетчера минувшей ночью не поступали, сообщили в МЧС. Все водители преодолели зимник самостоятельно. Тем временем спасатели снова напоминают. Один из участков трассы продолжает оставаться закрытым. Сейчас на данный момент она открыта только до Усинска. Официального открытия ледовой переправы через УСУ не поступало. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Ни один гражданин не окажется без помощи, если она будет действительно ему требоваться. По прогнозам синоптиков, улучшится ситуация на трассе Нарин-Моросинск уже в среду. Ожидается, что ветер стихнет до 3 метров в секунду. А вот мороза, наоборот, усилится. Столбик термометра снова опустится почти до минус 30. Такая погода, впрочем, сохранится недолго. Уже в четверг снова усиление ветра и всего 13 градусов ниже нуля. Олег Танзийский, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Последствия непогоды устраняют на других автотрассах. В частности, техника сейчас работает на зимниках, соединяющих столицу региона с поселками Харута и Харивер. Впервые их обслуживает компания «Северхжилкомсервис». Как заявило руководство, несмотря на метель, которая обрушилась ночью, обе трассы открыты для движения. За исключением участка до Харуты. Там разрешено ездить только легковым автомобилем. Большие грузы не впускают. Причина, как выяснилось, не до конца обустроенный зимник. Подрядная организация затянула сроки открытия на несколько недель. Сломалась техника, и поэтому в Харуте не открывали. Но зимник, он работал в Харуте, но не работал в полном объеме. Невозможно было тяжелой проехать техники через ручьи. Добавлю общую протяженность зимников до поселков Харута и Харивер 25 и 15 километров соответственно. Маршруты, как и в прошлые годы, соединены с трассами недропользователей. В МЧС будет увеличена численность боевых караулов, реагирующих подразделений в региональных поисково-спасательных отрядах, численность альпинистских и горно-спасательных подразделений. Кроме того, в 2016 году предстоит развивать систему экстренного вызова 112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и внедрять новые разработки отечественных производителей систем управления. Такие задачи, которые вытекают из анализа тех сложностей, с которыми столкнулось спасательное ведомство в прошлом году и в первые дни этого года, обозначил глава МЧС Владимир Пучков. Но праздничные дни, хоть официально и закончились, впереди еще Старый Новый год и крещенские мероприятия. Так, в этом году подразделения МЧС будут дежурить в период крещенского купания. Не исключение и спасатели Неницкого округа. На Ринмаре крещенские купания пройдут сразу в двух местах – на Качгартинской курьере и на Печоре в поселке Искателей. Традиционно купание начнется после литургии, крестного хода и освящения Иордани. 19 января, во вторник, служба начнется в 7 часов утра. После, ну примерно где-то это будет в 10, то все мы собираемся, берем иконы, идем на Иордань, освящаем Иордань и купаемся там. Потом второе богослужение будет в Искателях, то же самое будет после литургии. Пойдем тоже вот в Иордань, и это будет на Печоре. На протяжении всего дня у купели будут организованы посты. По словам служителей, храму купаться можно будет 19 и 20 января. Представители КМНС приравняли к спортивным любителям рыболовам. Так теперь коренным малочисленным народам запрещено ловить на Печоре рыбу в дни, когда на нерест идут семга и горбуша. Приказ Министерства сельского хозяйства вступает в силу сегодня. Об этом сообщил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак на еженедельной планерке. До внесения изменений представители коренных малочисленных народов Севера на территории округа могли круглогодично заниматься традиционным рыболовством любыми незапрещенными орудиями лова на всей территории региона. И этим зачастую пользовались браконьеры, прикрываясь статусом КМНС. Поэтому, по словам Олега Белака, изменения решат достаточно серьезную проблему. У Департамента будут подготовлены распоряжения об отмене всех выданных на руки договоров. Таким образом, вот эта проблема, по большому счету, нелегального лова под прикрытием потребностей КМНС, она успешно решена. Работа в этом направлении в течение прошлого года велась Департаментом совместно с территориальными органами власти. Ее итогами стал приказ Минсельхоза о внесении изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Особенно сильные изменения коснутся представителей КМНС, которые занимаются традиционным рыболовством. Новые правила устанавливают не только запретные сроки для добычи водных биоресурсов по соответствующим районам, но и разрешенные орудия добычи. В новом году положительных результатов ждут и от сельского хозяйства региона. В прошлом Нинецкая АПК увеличила на дое молока. У нас в 2014 году дой был 4,824, по 2015 году 5,223, плюс 390 литров. Такие же темпы, по словам Аграриев, запланированы и на этот год. Кроме того, к концу 2016-го Воксино планируют увеличить с 100 до 40 до 80 дойных коров, отремонтировать помещение для молодняка и сдвинуть вопрос строительства телятников в Тельвиске. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Как сдержать рост цен на продовольственные товары в населенных пунктах? Эту проблему окружные власти решили путем принятия нового проекта постановления, в котором утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в доставке организациям потребительской кооперации. До января 2016 года в Нинецком округе существовал особый порядок предоставления субсидий на доставку продуктов в населенные пункты. Субсидии распространялись на все субъекты предпринимательства. В прошлый год я всегда был неограничен группу получателей, и МОП, и МИП, и муниципальные предприятия претендовать без всяких вопросов. В этом году был принят закон отдельно окружной о развитии потребительской кооперации в Нинецком округе. В нем написано, что из окружного бюджета предоставляются субсидии на определенные цели потребительского общества. И в развитии этого закона, закон о бюджете включили в данную норму. О том, что у нас получают общественные субсидии. Данный порядок разработан только в рамках исполнения этой нормы закона. С 1 января 2016 года мерой государственной поддержки могут воспользоваться только организации потребительской кооперации, проработавшие на территории округа не менее трех лет. Это связано с тем, что количество желающих воспользоваться субсидией растет, но не всегда ее получатель оказывается добросовестным поставщиком. Один из предпринимателей, имея торговых площадей меньше, чем или сопоставимо с подлевообществом, выплаты составляет в три раза больше. Как мы должны это проконтролировать? То есть мы видим только фактически документы оборотов. То есть не кассовые, скажем так, или фискальные. То есть он предоставляется только за счет товаро-транспортных накладных. И здесь очень большая вероятность, я думаю, что это даже вероятность близка к 90%, что фактически идет просто-напросто торговля бумагой. Новый порядок позволит избежать фактов мошенничества и эффективнее расходовать бюджетные средства, которые в данном случае прежде всего выделяются для сдерживания роста цен на товары первой необходимости, реализуемой на селе. Размер субсидии не изменился. Это 80% от затрат по доставке. Исключение составляет транспортная доставка продовольствия на острова Колгуев и Вайгач. Там будет субсидироваться 95% затрат. Еще более высокая доля, 99%, будет компенсироваться, если речь идет о транспортировке продукции местных товаропроизводителей. У нас цены немножко иные здесь, поэтому мы здесь по конкуренции не будем. Наша задача – доставить продукты по ценам, которые в среднем по региону. Господдержка предприятий «Потребка операций» обеспечит сдерживание цен на продукты первой необходимости. Их перечень состоит из 19 позиций. Это мясопродукты, масло, макаронные изделия, чай, сахар, молоко, сыр, овощи, фрукты и прочее. Предельная надбавка устанавливается для каждого муниципалитета – управлением по государственному регулированию цен Ненецкого округа. Валентина Чибичек, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также фиксированные выплаты к ним увеличатся на 4%. Планируется и вторая индексация во второй половине года, но решение о ней будет приниматься исходя из финансовых возможностей государства. В Москве идет подготовка к Гайдаровскому форуму. Мероприятие, за которым закрепилась репутация российского Давоса, начинается уже завтра. Звезды мировой экономики, политики, ведущие эксперты обсудят положение России в мире и ее стратегическую роль. По словам исполнительного директора форума Ивана Федотова, региональные власти интересуют экспертные мнения по теме займов. Секция «Государственный долг. Порог или добродетель?», как ожидают организаторы, даст ответы на вопросы, надо ли наращивать госдолг, за счет каких ресурсов, чем привлекательен и опасен этот инструмент. На этой секции в первый день работы форума аргументами обменяется министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов, первый заместитель председателя Центрального банка и экс-министр финансов. Во время форума впервые пройдет начальный этап всестороннего обсуждения стратегии 2030. Большие дебаты состоятся по проблемам в формировании бюджета здравоохранения. Кроме того, будет представлено видение вопроса о том, как государство выполнит социальные обязательства перед населением в условиях сжатия финансов. Владимир Путин назначил своего представителя в квалификационной коллегии судей Неницкого округа. Им стал главный федеральный инспектор в Неницком округе Степан Бобрецов. Одновременно с назначением Степана Бобрецова глава государства освободил от обязанностей предыдущего представителя президента в квалификационной коллегии судей Неницкого округа Владимира Ивлева. Он ранее работал главным федеральным инспектором в регионе, однако летом 2015 года перешел на аналогичную должность в Архангельскую область. 12 января в России отмечают День прокуратуры. По случаю праздника генеральный прокурор России Юрий Чаек отправил региональным службам видеопоздравление. Также сотрудников федерального ведомства поздравила администрация округа. Собрание депутатов и федеральный инспектор по Неницкому округу. В Дворце культуры Арктика прошла церемония награждения лучших работников и честования ветеранов службы, а также праздничный концерт. 294 года со дня основания Ока Государева. Так Пётр I назвал централизованную систему органов, которая отвечала за борьбу с беззаконием и защиту прав населения. Спустя почти три столетия задачи российской прокуратуры не меняются. Особое внимание нами уделяется вопросами совершенствования межведомственного взаимодействия, координации деятельности правоохранительных органов, профилактики преступлений и правонарушений. Выражаю благодарность всем руководителям правоохранительных органов округа за совместную работу. В профессиональный праздник прокуратура округа поздравила руководителей средств массовой информации, представителей Богоявленского храма и организации, которые активно взаимодействуют с ведомством. Заслуженные награды из рук прокурора получили и сотрудники, отличившиеся в государственной службе. По словам Игоря Кошина, сегодня прокуратура своего рода кузница профессиональных кадров. Хочу особо отметить неформальный, а принципиально человечный подход прокуратуры округа ко всем процессам, протекающим на нашей территории. Наши масштабы, к большому счастью, позволяют нам всё время быть на связи, вместе двигаясь к одной цели – поддержанию высокого качества жизни нашего населения. В 2015 году усилия прокуратуры были направлены на защиту социальных прав граждан. Так удалось погасить задолженность по заработной плате работникам Наринмарстроя и Наринмарсейсморазведки. Общая сумма задолженности предприятий перед сотрудниками составила более 200 миллионов рублей. Также удалось документально признать аварийными 10 ветхих домов в посёлке Искателей и муниципалитетах. Их жители поставлены в очередь на переселение. Немалая работа проводилась в сфере природы и недропользования. В сфере экологии нам удалось провести определённую работу по снижению уровня сжигаемого на факельных установках попутного нефтяного газа. Проведена значительная работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. Наринмарским городским судом ударено значительное число исков прокуратуры округа, которыми на муниципалитеты возложена обязанность по обеспечению населения питьевой водой, которая соответствует требованиям законодательства. В октябре 2015 года была создана отдельная группа для регулирования экологических вопросов. Её работа продолжится и в 2016 году, который по приказу президента России объявлен Годом экологии. Ежегодное увеличение пенсии в этом году произойдёт не для всех россиян высокого возраста. С 2016 года страховые выплаты работающих пенсионеров индексироваться не будут. А вот те, кто уже находится на заслуженном отдыхе, с 1 февраля будут получать больше на 4%. Планируется и вторая индексация во второй половине года, но решение о ней будет приниматься, исходя из финансовых возможностей государства. С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также фиксированная выплата к ней увеличится на 4%. После ежегодного увеличения выплата составит порядка 1500 рублей, а размер страховой пенсии по старости чуть более 13 тысяч. Увеличенные выплаты получат все люди высокого возраста, которые по данным на 1 октября считались неработающим. Граждане, которые прекратили свою трудовую деятельность в период с 1 октября 2015 года до 31 марта 2016 года, могут обратиться в отделение пенсионного фонда с заявлением и документами, подтверждающими прекращение трудовой деятельности. И они также получат пенсию, проиндексированную с 1 февраля 2016 года. В дальнейшем, после 1 апреля, данные о работающих или неработающих пенсионерах будут обновляться ежемесячно. До этого подобный учет пенсионным фондам не ввелся. Кроме этого, в феврале на 6,4% будут увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты с самой массовой социальной выплаты, которую производит пенсионный фонд. Одновременно с ее индексацией увеличится и стоимость набора социальных услуг, которые федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте. Также в 2016 году с 1 апреля на 4% подрастут страховые выплаты. В этом случае факт работы учитываться не будет. В итоге среднегодовой размер социальных выплат превысит 8,5 тысяч рублей. КВНщики Нинецкого округа примут участие в КВН-2016. На фестивале сборную НАУ ждет борьба за отбор в официальной лиге Международного союза КВН. В Олимпийской столице, городе Сочи, стартует Международный фестиваль команд КВН «КВН-2016». Среди команд участницы сборной КВН из Нинецкого округа. Об участии в состязании заявили около 600 команд из России, Армении, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Германии и других стран. Международный фестиваль команд КВН «КВН-2016» стартует в Олимпийской столице сегодня. Местом проведения фестиваля второй год подряд становится сочинский горнолыжный курорт «Горки-город». Как сообщили веселые и находчивые, первая игра с их участием состоится в ближайшие дни. В первом туре фестиваля команда ждет борьба за все виды рейтингов в региональных лигах. Отбор в официальной лиге Международного союза КВН. О том, какую программу представит наша команда в телефонном интервью из Сочи, нам рассказала капитан команды сборной НАУ Анастасия Антонова. Мы выступаем перед редакторами официальных лиг КВН. И эти редактора отсматривают команду и отбирают себе в лиге. То есть потом, как мы выступим, нам будут приходить приглашения от различных лиг официальных антониковских. Мы уже будем там все эти выбирать. Единственное, что там есть рейтинг, есть повышенный рейтинг, может быть, будет второй тур. В том году мы взяли повышенный рейтинг, в этом году мы рассчитываем на второй тур. Программа у нас компонована из выступлений, которые мы прокатывали в лиге Балтики. Вот самые лучшие шутки, которые у нас были, мы со всех компоновали в одну программу и с ней будем выступать. Сегодня мы будем регистрировать нашу команду. Сегодня состоится рожебевка, и мы узнаем, в какой день мы будем выступать. Команд очень много, порядка 580 команд. От этого выступления будет зависеть дальнейшая судьба команды, поскольку сочинский фестиваль – это своего рода отборочный этап на пути в телевизионной лиге КВН. Если рейтинг команды будет высоким, ее пригласят выступать во втором туре, за выступлениями которого будет лично наблюдать президент Международного союза КВН Александр Масляков. Продолжение следует... Продолжение следует...